Привет! Сегодня мы обсуждаем сходство различия поляков и русских. К этому разговору я пригласила маму, которая не только имеет большой опыт общения, но и специалист, ацент культурологии, то есть знает различия между этносами, различными культурами, а также дочь, которая довольно сильно интегрирована в польское сообщество и имеет неплохую выборку поляков, чтобы сделать выводы. О том, какие у нас сходства и различия. По-моему, разговор получился любопытным, местами веселым и, главное, искренним. С нетерпением жду ваших комментариев. Встречаются два поляка. О чем они заговорят? Мало знакомые между собой. Цены в супермаркете. Встречаются два русских, мало знакомых. О чем будут говорить? Не знаю, честно скажу. Не будут говорить. А может, они не будут говорить, да, скорее всего. Они даже не признаются друг другу, что они русские. Бог, что может быть? Это если за границей. Да, за границей особенно. Да, поляки, поляки, им очень надо найти поляка, чтобы поговорить. Особенно они не одни, не знают английского, надо найти поляка. Они, наверное, найдут этого поляка. Найдут человека, который не говорит попурский, но говорит, может быть, по-чешски начнут. А цены в супермаркете? Поляки и русские имеют за сходство разговорчивость, особенно за столом, когда все сидят всей семьей, друзья, и пошло-поехало все. Политику, неполитику, погоду, все изменения всех сидящих и неприсутствующих. И это такая, ну, как бы, мне кажется, довольно схожая черта. То есть, если поляки более открыто относятся к незнакомцам, как-то здороваются, действительно, у них тоже русские более закрытые, то в своем кругу и те, и те отлично справляются. И те, и другие, тут разные можно брать слои населения, но они гостеприимные, и те, и другие. Готовы принимать гостей, накрывать столы. Тут я бы добавила лицемерие, как раз накрывать столы, да, готовы, могут тебя принимать, но за глаза расскажут, какой ты нехороший человек, а, ты же, там, из России, а, или ты же против Путина, или это тоже лучше вырежу. Мне кажется, это очень правдиво именно вот к славянам, к полякам и к русским, потому что есть стереотип на эту тему. И они, как бы, действительно пытаются подражать, но как-то не очень гостеприимно выходят, если подумать. Руся Пономарева каждый день богат, каждый день. А я не могу сесть сама. Сплетники ли поляки? Да, наверное, даже слишком. Мама, расскажи про русских. Ну, тоже разные абсолютно люди есть, скажем, в кругу тех людей, с которыми я общалась, я бы не назвала. А вот даже в кругу своих родных, да, скажи, что есть. Не любят неподобных себе немножко, чуть-чуть. Есть один правильный путь, и мы по нему живем. В России это потому, что партия одна, президент один, а в Польше потому, что такая, скорее, одна система. То есть люди могут меняться, но система одна. Поэтому, да, вообще, ну, такая культурная. В чём отличие? Здесь, в Польше, всегда отмечала уже ранее в своих роликах, что тебя приветствуют. Улыбаются и приветствуют, это всегда. Да, я рассказывала про маленькую девочку, которая меня приветствовала. В России, наоборот, закрытые, наоборот, такие углублённые в себя, зачастую подозрительные взгляды. И вы не встретите такой широкой улыбки. Вот в этом уже есть различие. В целом, когда ты там сидишь в кафе, то есть русских людей ты обязательно услышишь, а поляки в целом ведут себя более культурно, мне кажется. И даже вот, да, если говорить про каких-то людей, у которых там больше состояния, то есть русский человек в ресторане обязательно нахамит официанту, потому что он же ниже по статусу. Статистые поляки, наоборот, будут показывать такую доброжелательность, и видно, почему они заработали это состояние, потому что нехороший подход к людям. А на русских иногда смотришь и думаешь, каким образом-то они вообще дипломатически с ними договорятся, если они хамят всем вокруг, думая, что статус их оправдывает. Ну, по крайней мере, я как бы с тем, что я столкнулась, это всё вырежу, а тут будет реально некрасиво выглядеть что-то. Я же даже русских особо не знаю. Но я к тому, что... Признание, наконец, идея, вещи не русские. Здесь, конечно, на мой взгляд, выигрывают поляки, потому что, проехав практически север, юг, запад, восток Польши, я не видела неухоженных территорий. Вокруг дома начинаю, рядом с домом, всё обихоженно, всё очень-очень цивильно, цивилизованно. В России, к сожалению, я тоже много ездила по Ленинградской области. Есть места, заброшенные дома, есть даже незаброшенные, но неухоженные территории. То есть с точки зрения эстетики, сразу говорю, есть минус в России. И второй момент, конечно, чистоплотность. Здесь на лестничной клетке вы никогда не увидите курящего мужчину в трусах или в шортах, что, в принципе, разрешено в Санкт-Петербурге. Когда я к маме иду домой, в гости, поднимаюсь на третий этаж, там обязательно на втором этаже стоит достаточно полный тучный мужчина, курит и свои окурки сбрасывает в какую-то баночку консервную. Здесь это просто невозможно. Чистоплотность, хороший запах – это общепринято в Польше. Поляки, например, тоже открыто говорят о своих проблемах. Россияне не говорят о своих... Да. Русские, да? Да. Ну, можно сказать, что россияне. Люди из России говорят в целом, что все плохо, что там Путин, воруют. Но редко говорят именно про свои чувства, например. Конечно. Это очень нехарактерно для русских людей, чтобы честно и открыто сказать, ну, там, не знаю, я плохо себя чувствую. Мне не нравится это. Очень-очень большая стигматизация всех психических заболеваний. Чего ты грустишь, что иди по супаму, иди фильм посмотреть. Поляки, наоборот, это другая крайность. Поляки ищут то, чего нет, там, где его нет, мне кажется, по моему мнению. Да, то есть, как бы такие... Ну, как бы... В целом, все и хорошо у человека, если подумать. И ему, в целом, неплохо. Ну, почему-то все ищут, вот, иди, жалуйся, я вижу, ты страдаешь. Эмоциональная составляющая будет и там, и там. Да? А, вот. Да, но они будут по-разному выражаться. То есть, эмоциональная составляющая русского человека, по крайней мере, мне так кажется. Ну, говори, как ты думаешь. Мне кажется, что эмоциональная составляющая русского человека будет выражаться в такой агрессии. Да. Агрессии к миру. Обычно к людям, которые... Либо к себе очень, либо вот к людям, которые не имеют, как бы, отношения, как бы к этой конкретной проблеме. А вот как раз поляки, они либо пойдут ссориться напрямую с человеком, который им мешает, там, курит на балконе, вот они пойдут. Но они пойдут просто ради спора. Либо, что не характерно для России, мне кажется, позвонят, как бы, в конкретные службы. В России ни одна сторона не доверяет органам полицейским. Поэтому пойдут драться лично. Пойдут драться лично. В Польше, наоборот, любая та же самая мелочь. Кто-то сидит не там, курит не там, всё. Надо звонить. Звоним. Просто это две крайности. Там вообще никто никогда не позвонил. А здесь, наоборот, что-то не понравилось. Надо звонить. А как вы относитесь к вот этому польской манере жаловаться? Действительно, в разные органы. Я с этим столкнулась лично, потому что я приехала, у меня была собака уже старая, ей было 15 лет. В другом конце коридора жила дама, и она решила пожаловаться в полицию на то, что у нас находится труп собаки. Я не знаю, будет, что это за факт, или нет. Вот, пришла в полицию. История за право тифла. Да, посмотрела, объяснили, что собака старая, что мы её лечим, что удаляем зубы. Вот, полиция удовлетворилась этим, ушла, и всё. И дама, никаких санкций по отношению к нам. А что у тебя, что ты почувствовала по отношению к этой даме? Удивление. Я не... У меня, конечно, иногда... Но здесь злости не было, удивление, и какой-то опыт, и урок для меня был. Интересно, что в школах в России, если кто-нибудь жаловался учительнице, то обычно учительница или учитель наоборот, как бы, ругали человека, который пожаловался. Потому что ты же ябеда, ты же, понимаешь, ты сдал друга, сдал подругу, там, ты... Ну, да. А в кучу, наоборот, тебя учат жаловаться. То есть, там, не знаю, ой, тебе она не нравится, ну, иди, иди, пожалуйся, иди сразу скажи, какая она нехорошая или он нехороший. Иди. Те и другие любят свою страну, только выражается это по-разному. Вот, потому что, скажем так, ну, я опять коснусь вот этой темы эстетики, потому что любить свою страну, это, знаете, что такое любить свою страну? Это любить тех людей, которые в ней есть, прежде всего. Своих соседей. Своих, я не знаю, даже врагов. Уважать, по крайней мере. Вот, в этом всё заключается. Ну, и, соответственно, содержать в порядке то место, где ты живёшь. И в этой связи я уже сказала, что с точки зрения эстетики я не увидела ни одного заброшенного участка на территории Польши. В России, к сожалению, таких очень много. Очень много, и это вызывает очень большое грустное ощущение. Вот. В этом разница. Да, очень хорошо, кстати, это сказано. Я даже, да, наверное, даже соглашусь с тем, что, ну, во-первых, любить свою страну, что это вообще значит. Во-вторых, на словах это может делать каждый. У меня была позиция, что как бы и те и другие критикуют то, что происходит. Но, с другой стороны, когда человек критикует, это значит, у него тоже есть какие-то идеи. А если у человека есть какие-то идеи, значит, ему не всё равно. А когда человеку не всё равно, значит, он действительно любит свою страну. Но правда такова, что действительно любить свою страну. Страну нельзя любить, страна, что с землю целовать. Ну, нет. Как бы, ты любишь действительно людей, потому что люди, ну, как бы, они живые, они существуют. А если ты не можешь принять, что с тобой в стране живут другие люди, кроме тебя, например, и, как бы, и высокомерно относится коэффициентом, то, значит, ты не очень любишь свою страну и её граждан. Проблема с принятием других людей есть и у поляков, и у русских. Соответственно, можем ли мы сказать, что они любят свою страну? На словах. Да. Убирают участки некоторые. А люди, ну, сложно с людьми. Не знаю.